Друзья, подписывайтесь обязательно на канал. Смотрите, почему-то в зарядных устройствах всегда очень короткие проводочки. Ну что это такое, коротыши какие-то провода. Поэтому я решил сделать простейший удлинитель. Очень качественный, главное, и очень дешево стоит. Вот смотрите, за 1 гривну я купил такую розеточку. Вот я ее разобрал. Вот что в ней было внутри. Нам нужны кусачки, нам нужны зажигалки, олова, канифоль обязательно. Ну, отвертки и паяльник, конечно же, полюбе. И вот такой провод с вилочкой, видите? Вот смотрите, берем такой провод и сейчас мы его так защищаем, видите? Вот защищаем, вот так вот. Потому что если мы ножницами его поделаем... Вот смотрите, вот так вот раз, раз, кусачками подоткусили, подоткусывать вот так вот разные мелочи вот так, вот видите? Ну, чтобы не было этих окурков, так сказать. Вот смотрите, если, например, сейчас мы будем вот так зачищать, мы порвем медную жилу. Ни в коем случае нельзя, только огнем, только вот так огнем. И рукой снимаем, рукой и огнем. Потому что если мы снимем ножницами, то мы порежем жилу. Медная жила будет резаная, понимаете? Медная жила будет резаная. Только так нужно. Смотрите, друзья, видите, как я этот провод сделал? Вот я его закрутил. Теперь его залудить надо паяльником. Вот смотрите, друзья, теперь надо хорошенько его пропаять. Надеемся, что наш паяльник не остыл. Что-то малую температуру имеет, что-то смотрю. Если это, конечно, канифоль, хоть... А то это, мне кажется, от скрипочки канифоль. Я же на скрипке играю, вы подписывайтесь на канал. Почему они, я вот не понимаю, всегда в магазинах купишь зарядку. Почему? Меня вот вопрос все мучает. Короткий провод. Что не купишь? Купишь в холодильник, в микроволновку. От всего идет короткий провод. Провод коротыш. Почему? Вот, смотрите, друзья. Нет, Катя, возьми на подоконнике отвертка лежит. Если такое открывать, так возьми на подоконнике. Вот, смотрите, как вот так вот надо залудить, чтобы хорошие были толстые проводочки, чтобы много олова было. Вот так вот, вот так. Видите? А сейчас мы их втыкнем. Олова можно много напаять, чтобы хорошо держалась. О. Вот, видите, как... Видно там или не видно. Вот, смотрите, как, видите, эту трубочку открутили. Можете когда-то купить. И вот так вот вставляем. Вот, примерно вот так будет, как раз нормально. Вот так вот. Лучше подальше туда, поглубше. Вот, потому что можно даже очень глубоко запихнуть. Кстати. Вот так. Ну вот, теперь, видите, вот так вот раз. И зажали. Вот так, видите, вот это вот с трубочкой. И мы сейчас вставляем вот так вот проволоку. Ну, залуженную, конечно же, паяльником. Самое главное, когда затягиваете, не пережмите провод, не пережмите. Чувствуйте, чувствовать надо провод, чувствовать, не пережать вот эти вот штучки, не пережмите. Кстати, для того, чтобы не пережать, надо взять маленькую отвертку, а не такую большую бамбу, так сказать. Потому что той пережмете, а маленькой не пережмете. Потому что она просто в руках начинает уже, руки давить, и уже не пережмете. Кстати, когда вы затянете слабенькой отверточкой, тогда можно еще чуть-чуть, там четверть оборота, сделать мощной отверткой. Вот, смотрите, что получается, с винтиками лучше всего вверх ставить, чтобы они тут зацепились за что-то. Вот, и теперь видите-ка, розеточка получается. Конечно, резкости нет, но ничего, может быть, в будущем когда-то разбогатею и куплю телефон подороже. Вот, сейчас мы это все так закроем, только почему-то в пазы не зашло. Сейчас проверим, почему. Вот так получилось, смотрите, видите как. Вот, смотрите, вот так вот получилось, я вот раз и закрутил. Вот, смотрите, что получилось, с проводом, видите. И теперь смотрите, что у нас получилось, теперь мы можем вот так втыкать в эту розеточку. Раз, втыкнули, раз, щик, раз, вот так. Опат, щик, втыкнули розеточку. Теперь будет для зарядки такая удлинитель. Ну что, получилась, друзья, вот такая розетка, но она мне не нравится, она слишком слабо, видите, болтается, она же там отвалится, надо его прикрепить, палку кинуть сюда. Какую-то что-то, чем-то подкрепить провод, потому что он так болтается, смотрите, он же так отвалится через неделю. Ну что, друзья, конечно же, смотрите, эта вилка очень сильно болтается, она же тут перетрется по любе, вот, а я всегда все делаю, моя фишка в том, что я все, что делаю, оно не должно никогда в жизни поломаться, у меня такой принцип, если не то, что там прослужит 10 лет или 5, вообще не должно никогда сломаться, и вот простоит 20-30 лет, его выкинешь, а оно все равно рабочее, выкидывает рабочее, поэтому сейчас, наверное, мы вот таким клеящим пистолетом туда все заклеим, чтобы оно там все мертво сидело, такой клей, видите, сейчас пойдет туда в ту резетку, ну что, друзья, раскручиваем назад, будем сейчас клей пихать, как только нагреется клеющий пистолет, конечно, я вот подумал, можно было бы здесь делать дырочку, и тут под одной дырочкой и хомут сюда вставить, потому что клеющий пистолет вдруг когда-то растает, правильно, мы сейчас, друзья, поставим хомут, смотрите, ну что, друзья мои, чтобы починить эту резетку, придется еще использовать дрель, сверло и хомут, дрель, сверло и хомут, ну для надежности, друзья, смотрите, вот смотрите, сначала думал пропалить гвоздем, но потом подумал, будет паленая, будет пропаленная, и тогда любой человек подумает, что это она уже горела и паленая, поэтому решил засверлить, решил засверлить дырочки, чтобы просунуть вот такой хомутик, чтобы хомутиком провод притянуть, вот примерно так, видите, вот смотри, хомут я решил на эту сторону сделать, потому что если его сделать на ту сторону, тогда получится, что он будет, ну, царапаться там рукой, когда буду брать здесь, получится тут, видите, вот хомутик получился, смотрите, чтобы провод держался, хотел сначала медной проволокой, а потом подумал, вдруг большое напряжение, прорыв и загорится, и замкнет, поэтому лучше вот такой хомутик поставить, о, теперь провод не будет тут дергаться никогда, вот сейчас мы его отрежем, вот смотрите, как получилось, видите, это хомут, хомут, который, видите, держит провод, хомут, который, видите, держит провод, вот здесь так получилось, видите, сейчас мы берем эту крышечку и закрываем, не знаю, только нужен ли клеющий пистолет, да, наверное, клеющий пистолет не нужен, держится супер, как, а может чуть-чуть ляпнуть, вот смотрите, как я тут намутил пистолетом клеющим, кстати, клей тут, не знаю, видно, нет, я тут налил все клеем, залил, я еще туда, туда еще зашприцевал клей отсюда, чтобы оно вот так красиво выходило, чтобы не перемяло здесь, не перервалось на будущее, вот и получилось наш классная резеточка, сейчас еще вилку приделаю, так что смотрите,